И всем привет, ребят! С вами Сарванька, я сейчас записываю новый ролик. Сегодня видеоролик посвящен продолжению обзора наших новых обновленных вооружений. И сегодня мы приступаем к обзору следующего корпуса. Сегодня мы рассмотрим паладина. Новый обновленный паладин теперь, наконец-таки, дает еще что-то плюсовое со своим овердрайвом, а именно подавление по противнику на протяжении всего времени работы его овердрайва. Итак, затестируем этот паладин, посмотрим, насколько он эффективно будет смотреться в рамках нашего матчмейкинга. Ну и скатаем мы сегодня также с все той же супер имбовой пушкой. По режиму хотелось бы запикаться что-то вроде захвата флага или регби, но запикаем быстрый бой, посмотрим, что нам предложит матчмейкинг. Ну а вы не забывайте, конечно же, поддерживать данный видос лайком, если вам нравятся подобного рода видеоролики с обзором новых обновленных вооружений. Также не забывайте подписываться на этот канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры, в аккаунтике. Устанавливайте тимпешечку, ну а дальше оформляйте покупки и... Ничего себе! Меня запикивает на новый сандал! Офигеть! Я не ожидал и увидеть новый сандал. Ничего себе! Я честно на нем ни разу не катал. И я сейчас немножко в шоке. Офигенно круто выглядит. Ничего себе! Так, ну ладно, у нас обзор сегодня на паладина. Но я уже офигел с карты. Я уже офигел с карты! Так, ладно, будем пробовать выигрывать эту катку, кидать как можно больше урона по оппоненту, жить на респах, ну и смотреть, насколько наш новый обновленный овердрайв стал более полезен. Да, смотреть, насколько его актуальность больше появилась. Офигеть, у меня просто приварило башню, и я даже не могу ее повернуть. Жесть, это что, фриз новый обновленный? Настолько жесткая имба? Вот так вот мне просто вплотняк приварило башню, я даже ничего сделать не могу. Так, нельзя отдавать доставку здесь противнику. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя отдавать доставочку. Заморозка очень сильная у оппонентов срабатывает. Так, ну походу мы отдаем все-таки эту доставку. Падает овердрайв на центре. Будем стараться камбэкать эту катку на новом обновленном ремастер сандалии еще и в рамках матчмейкинга. Я считаю, что за это стоит прожать лайкозавр, потому что я на эту карту еще не заходил, и я ее не видел. Да, поэтому выглядит она максимально сочненько. Так, 0-2 мы проигрываем. Пробуем увозить через правую зонку. Есть здесь овердрайв у противника, которого мы благополучно сливаем. И есть фриз с очень жесткой какой-то заморозкой. Я вообще не понимаю, что это за прикол. Но очень сильно меня замораживает фриз. Прям мега сильно меня замораживает фриз. И я против этой заморозки ничего практически сделать не могу. Это, походу, новый обновленный фриз, который мы уже в ближайшее время вместе с вами тоже затестируем. Поэтому, если вы хотите обзорчик на фриза в ближайшее время, давайте постараемся тушануть. А давайте вот даже 150-ка лайков набирается. Сразу выкладываю обзор с этим замечательным фризом. Офигеть. Еще и нет защиты у паладина овердрайва от статус-эффектов заморозки и поджога. И меня фриз просто в соло уносит. Просто в соло меня уносит за счет этой лютейшей заморозки. И что у него за устройство вообще? У него шоковая заморозочка или что у него? Я не могу понять. Но морозит он меня мега плотно. И против такого фриза, по ощущениям, мой паладин вообще бесполезный. Что у него за устройство? Ну, наверное, шоковая заморозка, по идее. Потому что моментально он меня замораживает. Просто моментально. Овердрайв падает на центре. Отлично. Уносим противника. Забираем у него оверку. Так. Ну и попробуем ее реализовать теперь. Теперь прожимаемся быстро. Подава наносится моментально. Но вот под этого фриза только подставляться не особо сильно хочется. Башня у меня тоже так же само приваривается сразу. Ну и вулкан сжимает еще один овердрайв меня. Да, против фриза, конечно, мой овердрайв бесполезный. Просто бесполезный. Против такого фриза еще и нового, который так сильно замораживает. Это, конечно, очень жестко. Так. 9 минут до конца у нас катки. Попробуем наносить урончик по противнику. Фриз здесь у нас имеется. Может мне иммунку от заморозки взять? Вот сейчас думаю. Наверное, стоит взять иммунку от заморозки. Чтоб меня так жестко этот фриз не кошмарил. Так. Ну и возим флаг по респу. По ощущениям, наконец-таки у нас будет первая доставочка. Бля, ну карта очень прикольная. Карта выглядит очень прикольно. 500 очков у меня уже. 8 минут до конца этого боя. Нужно нам поменять, наверное, резисты. Что там у нас? Вулканы. Вулкан есть. Изида есть. Но от Изида, я думаю, что брать не стоит. Эту Изиду я довольно просто сливаю. Фриз. От фриза мы, в принципе, возьмем шок. Да, но хотя мы можем взять от Изида резист. Можем взять от Изида резист. Вулкан. Изида. Фриз. Вулкан Изида фриз и иммунка от заморозки берется. Вулкан. Изида. И вулкан. Вулкан. Так. И иммунитет от заморозки. Давным-давно я не брал иммунитет от заморозки. В рамках нашего матчмейкинга. Но сейчас я считаю, что это 100% оправданная вещь, которую в этом бою 100% стоит взять. Так. Ну и вот сейчас лицо немножечко этого молодого человека должно было пострадать. Когда он увидел, что он меня не морозит. Ну и мы, по идее, должны увозить. Тиммейт вернёт. Надеюсь, что вернут. 2-2 сделаем. Против запикивается. Неплохой игрок. Так. И у нас золотой ящик появляется на карте. Я вжимаю сразу овердрайв. Пытаюсь на ещё один заходик здесь оформить. Быстро под урон большой. Влетаем. Троих уничтожаем. Пытаемся увозить ещё один флаг. Я думал, что я так тихонечко буду здесь обкатывать всё это дело. Но тихонечко обкатывать не получится. Когда у нас здесь уже есть более серьёзные противники. Надо играть довольно-таки агрессивно. Овердрайв очень быстро довольно-таки копится с этим молотом. Поэтому, в принципе, реализация на паладине у нас присутствует. И неплохая. Подавление в моменте немножечко помогает. Но я бы не сказал, что это настолько сильно бустит паладин. Он становится уже с каким-то статус-эффектом. Отключает дрон противнику. Отключает возможность прожать овердрайв у вас. И вынуждает прожимать аптечку. Если противник хочет в этот тайминг нажать у вас овердрайв. Но в моменте это хорошо. Да. То есть отключили, конечно, возможность пробития. Которая была очень важная. Но есть хотя бы теперь возможность подавления. Которая раньше эффективно работала. Так, ну а мы тем временем делаем четвертую доставку. У меня появляется еще один овердрайв. Довольно быстро пытаюсь сразу реализовать. И еще вот это вот подавление очень эффективно против, например, таких дронов, как ловкач. Как бустер какой-то, да. То есть именно против статус-эффектников. Которые могут очень неплохо повлиять на вашу как бы игру. Ну да, и получить дополнительный припас. А вы просто за счет как раз таки подавления отключаете им этот дополнительный припас. Ну и также защитника. Ловкача, защитника. Даже кризиса можно отключать. Но кризис работает только на отключение на короткий период времени. Так, пробуем слить здесь диктатора. Отлично, уносим его. На нетру и пытаемся убежать. Викинг вжимает овердрайв. Чтобы унести противника, который гонится за мной. Шикарная реализация овердрайва. Хоть он его даже и не сливает, но наносит довольно большое количество урона. Ну и мы делаем еще на доставку. 1200 очков у меня уже. При том, что я запикивался в начатый бой. И я, если честно, хочу сыграть полную катку в этом бою. Чтобы сделать максимальную прибыль. Против таких игроков и на такой карте. Я считаю, что это просто достойно вашего лайка. Это достойно вашего лайка. Потому что выглядит все это дело очень сочно. Овердрайв мы довольно быстро прожимаем. Особо не вижу смысла здесь сейвиться. Поэтому сразу же прожимаемся. Противника въезжаем. И доставочку шестого уже флага вместе с вами. Оформляем, оформляем. Не отвезете вы, ребяточки, здесь флажочек. Не отвезете. 1300 очков у нас уже имеется. Так, ну и 6-2 мы ведем. Давайте сыграем, я думаю, что полный бой. Сыграем полный бой. Чуть-чуть попытаемся еще покилять. На очки сыграть. А то есть такое ощущение, что я тут не так много набрал. Исходя из того, сколько здесь можно было бы набрать. 57 килов. Пробуем сделать сотку. Вы сами все видите. Вы сами все видите, как все у нас реализуется. Да, и это, ну по большей части, наверное, не заслуга паладина. Заслуга этого, конечно же, молота. Паладин тоже довольно неплохо с ним сочетается. Раньше я думал, что паладин не так круто будет смотреться с этим молотом. Но за счет как раз-таки вот этого дополнительного подсейва есть возможность еще набития дополнительного количества киллов. Ну и эффективность за счет этого, конечно, тоже присутствует. Противник пытается увозить у нас флаг. Доставочка третьего происходит от противника. Так, и пытаются еще, ребята, дергать флажочек. Но мы, конечно же, в этом плане не должны ему уже давать таких возможностей. Есть у нас овердрайв на центре. Отлично, подбираем его. Ну и пытаемся еще накидывать. Полторы тысячи очков у меня уже в рамках этого боя. Очень жестко, очень жестко. Если смотреть с точки зрения полученных и набранных очков, выглядит прям нереально сильно. Так, ну и всех противников, которые тут въезжают на нашу базу, мы тоже довольно быстро уничтожаем. Так, подавление еще раз наносим. Но он играет на гиперионе. В принципе, особо ничего я не делаю своим подавлением гипериону. Но в любом случае, контра работает хорошо, эффективно и дает дополнительный буст вашему танку, которого, например, еще вчера не было. Вчера еще не было этого самого замечательного подавления. Так, противник пытается въезжать к нам на базу. Пытаемся сливать. Хорошо, есть еще один оппонент. Отлично, шикарное количество урона залетает. В минус упадает, говорю. Падает противничек. Так, ну а мы начинаем дальше раздамаживать. 1600 очков у нас имеется. Пробуем выйти прям на максималочку. Прям на максималочку. Диктатор раздает соло овердрайв, чтобы просто что? Покидать как можно больше урона. 73 киломбра. Хотелось бы, конечно, выйти на сотку, но сотку я уже сделать в этом бою не успею. Так, ну и нам нужно заставить еще один флажочек. Так, поэтому будем сейчас стараться ехать тоже, увозить флаг. Потому что остается у нас всего лишь минута до конца. 65% овердрайва у меня имеется. Пару-тройку киллов еще попробовать сделать, чтобы накопить оудик. Нужно. Так. Так, накидочка есть. 80% овердрайва. Противник везет под доставочку. Но мы первые на подборе. Ну и теперь наша задача уже чуть-чуть откатиться тут с флагом. Хотя бы попытаться выиграть время под наших тиммейтов. А тиммейты? Играют ли тиммейты? Нет, тиммейты вообще не играют. К сожалению, тиммейты вообще не играют под этот увозинг. Так, остается у нас 40 секунд, ой, 40, говорю, 20 секунд до конца. Мне нужен моментальный овердрайв, потому что по ощущениям без овердрайва я уже этот флаг не поставлю. А овердрайва у меня, к сожалению, глубочайшему нету. Но сейчас появляется в самый последний момент. Сейв, нет, не сейв. 5 секунд до конца. И походу противник доставляет даже... А, нет, не успевает. 6-4. 13 тысяч кристаллов я получаю за этот бой. Офигеть. На новом ремастер сандали с новым обновленным паладином? Ну, это историческая тема. Просто первый бой на новом паладине, первый бой на сандали ремастер и первый бой на штурмовой кассетке с паладином. Я с паладином ни разу на ней не играл. И вот такой результат. 1800 практически очков, 79 килов, 13 тысяч кристаллов за бой. Я считаю, что этот бой точно достоин вашего лайка. Ну и что касаемо паладина нового обновленного, то, как вы видите, с штурмовой кассеткой работает очень неплохо. Ну и то, что теперь есть возможность подавления, она тоже в моменте будет неплохо саппортить вашему корпусу и давать возможность дополнительного уничтожения. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вы еще его не поддержали. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу. Тегу Тимп в описании, вот здесь вот, ой, в описании, говорю, в настройках, в аккаунтике. Тимпшечку вот здесь устанавливаем. Дальше оформляем покупочку в магазине. Заполняем форму и участвуем в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.